Это не просто стеклянные коробки с подсветкой. В правительстве конструкцию называют арт-инсталляции. Стекло своего рода символ прозрачности. Всё это по задумке автора символизирует открытое правительство. И каждая двигается подъездом, то есть каждая друг друга даёт толчок. То есть каждый свет пошёл сюда. Инсталляцию сделали, а исправить грамматические ошибки к её описанию забыли. Едва ли не в каждом предложении по нескольку грубых ошибок. Все знают, что проект – детище не Мухаммед Калыя Аблгазиева, а его предшественника. Новому премьер-министру приходится продолжать то, что задумали до него. Прокатить проект, как это сделали с умным городом, не получится. Его курируют зарубежные партнёры. Кыргызская республика – первая из стран Центральной Азии в ноябре 2017 года официально стала членом партнёрства «Открытое правительство». Участие в партнёрстве «Открытое правительство» обязывает нас принять меры по усилению подотчётности государственных органов. Усиление подотчётности госорганов – полумера. Премьер признал, что надо сделать так, чтобы гражданское общество могло сильнее влиять на власть, а государство предоставлять качественные услуги. Здесь я хотел бы объяснить одну вещь, что вот эта глобальная инициатива, открытая в правительстве, это не есть уступка государственных институтов всего мира гражданскому обществу, некое одолжение. Это с их стороны вынужденный шаг. Токтакунов уверен, что даже если функционеры правительства саботируют проект, ситуацию в любом случае контролирует гражданское общество. «И рано или поздно, да, те, кто не поймёт этого, да, они просто будут раздавлены историческими процессами, развитием технологий, ну и ходом всей нашей жизни. Поэтому я вот, Калича Ижи, хотел бы заверить вас, да, что в этом деле всё, практически всё, 90% зависит от нас». Активистка Калича Умуралиева уверена, вовлекать гражданское общество в процесс принятия решений не нужно. Они уже давно вовлечены. Надо только это дело усилить. «В других сферах тоже гражданское общество работает. А то так получается, как будто вот национальный план действий – это впервые и открываем Америку и начинаем что-то делать. Америку для гражданского общества давно открыли. У нас нормальные законы доступа к информации. Мы, если нам не даёт, мы подаём на них в суд». Правительство можно назвать открытым только тогда, когда люди будут знать в первую очередь, куда идут финансовые потоки, говорят эксперты. «Есть ещё возможность для улучшения. Примеры наших партнёров по партнёру с открытой правительством – это Грузия показывает. Они были где-то там на 8 с каком-то месте. Сейчас они попадают уже в первую десятку. У них очень стремительно движется индекс бюджетной прозрачности. Мы можем тоже это сделать». «Мы можем это сделать», – так говорили все, кто занимался реформами последние лет 10. Но ничего хорошего ни у кого так и не вышло. Двухлетний план действий проекта «Открытое правительство» разрабатывали не только НПОшники, но и депутаты парламента, работники аппаратов президента и правительства. Получится ли его реализовать на этот раз? Канад Канемета, Фурма Тусенов, телеканал «Апрель».